всем привет в общем решил записать ролик про свою систему пока ее не забабахал в стену то есть она мне будет встраиваться опять же в стену и будет встраиваться вентиляция именно в эту часть стены поначалу я хотел как бы оставить вот как вот так вот сделать вентиляцию здесь но потом прикинув решил инвертор замуровать потому что как бы он мне нафиг не нужен наблюдать за ним еще но чтобы вентиляцию улучшить от аккумуляторов и от инвертора который выдувается продувается решил это все дело замуровать в общем инвертор у меня на 24 вольта один киловатт он уже был в обзоре сейчас он работает от сети в сети 230 3 вольта когда напряжение понижается меньше 200 вольт он переходит на питание на питание от аккумуляторов соответственно плюс этого инверторы ребят я вам сейчас расскажу вообще плюс этой гибридной системы во первых вы видите что у меня стоит grid который выкачивать с аккумуляторов и выкачивает он достаточно дофига энергии в день несмотря на то что всего лишь 160 там 165 ватт с него льется в сеть но давайте прикинем вот смотрите я его включая только вечером я наверно потом сделаю автоматику мне есть реле времени соответственно запрограммирую режима и вам об этом всем расскажу и покажу и так пока что вы видите вот такую систему вот контроллер тут инвертор воздушка недоделанная дату дырка вот такая вот некрасивая grid инвертор который вливает сеть но если посмотреть внимательно можно обратить на такую вещь и если узнать как это все подключено вот этот черный шнур который идет через ваттметр подключается непосредственно к сети дома выход с щитка то есть непосредственно сеть дома подключается напрямую к этому инвертору с этого инвертора через выход подключается часть дома и соответственно вот этот инвертор работает на часть дома в дневное время вечернее время когда аккумулятор он немножко разряжает он переключается на питание от непосредственно сети если же в сети недостаточно энергии инвертор соответственно переключается работать на себя то есть через систему соответственно будет вытягивать напряжение и подавать ее в сеть дома соответственно если произойдет скачок или падение напряжения ниже определенных значений либо отключение напряжения вся эта система автоматически будет питать дом ну часть дома труда мне не составляет все это дело подключить соответственно запитать другую часть дома но пока что у меня задачи так таковой нету инвертор этот достаточно громадный по сравнению с электроникой и весит он достаточно прилично здесь стоит трансформаторный преобразователь питания 220 чистую синусоиду пиковая мощность этого инвертора полтора киловатта номинально 1000 тем не менее он справляется с запуском холодильника но не справляется запуском например индукционной плиты хотя если на индукционной плите накрутить там режимы понизить мощность какое-то время он работает но плюс не вот то что когда я придумывал автоматику до свою от контроллера которая запитывалась через какое-то время когда мне вот этот прибор предложили обменять я как бы не подозревал что через какое-то время подобная вещь будет встраиваться непосредственно в инвертор то есть инвертор сам не отключается когда у него он видит что аккумуляторы заряжены когда он видит что аккумуляторы заряжаются когда аккумуляторы заряжаются или заряжены он сам переходит на питание дома от них или источников которые к нему подключены соответственно это без грида инвертор и плюс его особенность в том что он видит он наблюдает за аккумуляторами и думает что ему сделать то есть это непосредственно китайское новшество такое было когда-то в четырнадцатом году которая имела уже функцию вот этого автоматического так скажем автоматики который непосредственно работает на то чтобы компенсировать электроэнергию когда аккумуляторы заряжены соответственно сбрасывать часть энергии сбрасывает он примерно около с моей системы 2 3 киловатт в зависимости от того какое солнышко и как долго солнышко соответственно если аккумуляторы заряжены соответственно из выключения электричества не было соответственно где-то около 3 киловатт все дело сбрасывает и солнца например достаточно сейчас у меня верта раскаляется сейчас по защите уйдет его пока выключу потом расскажу вам суть и получается следующее то есть автоматика мне уже не нужно не нужно просто аккумуляторы просто контроллер для солнечной батареи заряжать аккумуляторы и к этому делу всему подключить вот именно такой инвертор на сегодняшний день я вам такую вещь скажу что подобный инвертор на алиэкспресс я находил но цена его была честно говоря конская за киловатт то есть равносильная вот этой вещи равносильно а электроники на 3 киловатта соответственно ну тут тоже кому как но я его разбирал схем у него достаточно примитивно да у него есть мозги которые были в которых зашита и пиковая мощность и выше потолка ты не прыгнешь но тем не менее плюс в надежности посмотрим как он мне прослужит соответственно теперь на обзоре у нас что будет совершенно новая и другая система мы уже прошли курс молодого бойца от системы на 12 вольт и я считаю настало время узнать и глубже копнуть так скажем вглубь и узнать все про систему на 24 вольта несмотря на то что я очень долго пользовался системы на 12 вольт и я до сих пор считаю что это принципе ну для многих это не просто потолок да а это достаточно хорошая ниша которая можно достаточно долго существовать и можно вообще там существовать и жить с ней но система на 24 вольта имеет преимущество не в том плане что провода там тоньше или еще что то провода здесь должны быть такие же есть небольшие нюансы а этих нюансах соответственно я вам расскажу в будущих обзорах уже очень интересные факты собрал и это опять же никак не связано с проводами что что у меня получается сейчас у меня система около 800 тире до киловатта пока что очень много батарей пришлось мне в этом году снять но тем не менее система какая есть такая есть куда я денусь финансовая не могу себе и прошивить но тем не менее мне вполне достаточно провести проводить на этой же системе какие-то эксперименты плюсом является эта система то что когда мне было два инвертора подключена на 24 вольта и вот здесь если посмотреть внимательно вот можно увидеть в белой оплетки в белой изоленте вернее провод это плюсовой идет от одной секции аккумуляторов и вот тут клемма торчит винтовая это минус у нас которая мог подключить 12 вольтовую электронику и соответственно , непосредственно 12 вольтовый инвертор и к нему у меня было подключено это все дело около двух недель соответственно я протестировал возможность подключения непосредственно двух разных типов инверторов на 12 на 24 вольта я понаблюдал я попользовался и таким и этим на 12 вольт и разряжал серию аккумуляторов вот он подключен если брать этот по отношению синий провод белый провод это подключено от нижней линейки вот этой и я заметил такую тенденцию который в принципе так же уже либо я в ролике сказал либо он будет то есть плюс вот этого инвертора для подобной системы является то что он как-то я не знаю как но он уравнивает он уравнивает верхние ячейки и нижней ячейки как он это делает я не знаю он как-то хитро разряжает народа определенного напряжения и причем у него постоянно идет смена режима работы то есть то он работает от аккумуляторов при этом зарядки у него нет то он работает непосредственно от сети такое ощущение что он видит что аккумуляторы начинает подниматься по напряжению он переподключается на них немножко их разряжает и переключается обратно сеть то есть ну блин я не знаю это просто фантастика если конечно так как я объясняю и рассказываю про то что я наблюдаю с разными приборами и устройствами да о чем даже многие может не догадываются это блин конечно можно книги писать по каждому устройству которое придумано или есть на рынке потому что зачастую производители делая одну фишку например и вторую фишку не знает что появляется смежная вещь которая блин вот задействуя два этих вот например одновременно алгоритмы работы контроллеров или инверторов появляется жена новое какое-то полезное новшество и соответственно когда они о нем не говорят соответственно народ про него не знает и не пользуется но тем не менее есть такое благо которое можно получить соответственно с этой информации когда ты тестируешь соответственно все глюки также можно все найти вот недостаток у этого инвертора знаете какой он пищит он реально пищит как бесперебойник у него есть кнопочка здесь нажать содержать якобы он вырубает пищалку можно его отключить непосредственно вот кнопочка он of но пищалку вроде бы это отключаешь но тем не менее когда он переподключается или отключается сеть он все равно издает там кратковременные писки то есть символизируя том что что-то произошло или что-то пошло не так то есть ты посмотри в общем зачем там кнопка нужно выключение я не знаю звука видно вот здесь вот через решетку транс виднеется достаточно массивный транс я не знал с пол этого инвертора морда здесь не съемная жалко конечно можно вот сюда как-то вывести это с кнопочками ну фантазии фантазиями да но тут самое главное чтобы это все дело работало максимально мощность его сегодня снимал давайте посмотрим какую то где тут у нас по функциям так он потребил почти 1 и 2 киловатта тут не ведется счетчик сколько потребил дом хотя очень интересно поэтому найти не могу 2 ваттметр что проверить сколько же потребляет у меня дом так напряжение в сети ток который он сейчас потребляет на дом так минимальная потребляемая мощность было 62 максимальная 1243 ватта то есть инвертор при этом не отключается еще из особенностей сейчас потребляет 330 ватт еще из особенностей хочу отметить когда он подключен к сети и аккумуляторы заряжены и он переходит на работу от соответственно непосредственно от аккумуляторов и при этом он видит сеть я не знаю как но этот малыш конечно сложно назвать его малышом он делает следующее он берет в пиковые моменты подключается к сети как только оборудование запустилось он видит что он его тянет он переподключается на аккумуляторы то есть это вообще просто я не знаю это вот знаете вот когда ты сидишь вот и придумываешь чтобы такого сделать и ты даже не можешь в это поверить что это уже сделано то есть соответственно об этом тоже я нигде в инструкции там инструкция была два листочка знаете на английском языке там включил посмотрел там нажал кнопочки все там толка в инструкции не было то есть когда ты начинаешь непосредственно приборы эти тестировать изучать и на это уходит определенное время ты понимаешь что у них есть какая-то душа своеобразно и вот эти вот приятные бонусы которые ты находишь вообще это просто знаете кайф то есть соответственно если у меня была электроника пикова там сколько три киловатта до 16 номинальная мощность то этот малыш а электронику принципе делает в том плане что может быть не по пиковой мощности там в три киловатта да но по номиналу что он принципе те же самые нагрузки да то есть я взял киловаттный вместо полторашки получить поставил сюда да и он также тянет два холодильника там и свет и всякую хлобудень по комнатам мелкую то есть это достаточно приятно это всего лишь киловатт были моменты когда к своей системе подключал инвертор чистым синусом на 1 киловатт и я наблюдал такую тенденцию что у меня просто тянул холодильник если что-то подключал холодильник отрубался инвертор не тянул вот это было конечно как бы обидно но тут все получается гораздо интереснее в общем инвертор на 24 вольта контроллер работает на 24 вольта все вольтметры показывают напряжение на каждой секции соединенных последовательно соответственно сложив все вот эти напряжения кроме вот этого завышенного все руки не доходят сделать мы получаем напряжение суммарное которое есть у нас на системе давайте а теперь вернемся к маленькому уголку где висит grid инвертор grid подключен непосредственно вот они идут провода они там заходят через кабель-канал и выходит вот сюда на пакетнике с пакетника они подключены вот сюда на пакетнике с этих пакетников они подключены к аккумуляторам соответственно и да и всех все так и есть то есть два раза стоят пакетники но мне так просто было подключать реально проще чем тянуть вот отсюда провода суда и было бы некрасиво так я снизу развел и получается следующее вот когда мне грит сгорел выбивала только одну пару пакетников вторая пара оставалась включена это раз во вторых соответственно этот grid подключен напрямую к аккумуляторам на 24 вольта я столкнулся со всеми мыслимыми и немыслимыми проблемами которые могут возникнуть в гриде на сегодняшний день ну она будет устраняться но на сегодняшний день здесь одна единственная проблема сгорел кулер вы не поверите но сгорела плата управления кулером то есть часть управления кулером grid инвертора соответственно скорее всего вылетел маленький транзистор который не выдержал напряжение что тут повышалась до 32 вольт тем не менее это тоже исправимое главное что он работает и выдает как раньше свою мощность акуллер можно поставить на постоянку тем более здесь не будет такого что якобы солнце есть якобы нет тут он будет включаться и работать до отвала пульса соответственно пока я не поставлю сюда автоматику и автоматика не будет его автоматом включать и выключать соответственно если поставить автоматика соответственно можно на автоматику завязать кулер и соответственно подобрать более тихий кулер потому что это дело соответственно нагревается и гудит и так давайте вернемся к этой части где у нас подключен вот этот черный провод квадметру и как видим подключен еще один черный провод он идет в удлинитель двойник которая подключается чуть ниже вот он видите да вот это вот розетка желтая наклейка это у меня вход из дома соответственно вход из щитка то есть соответственно вход в дом энергии до как-то называешься до ваттметра индукционного который стоит счетчик электроэнергии то есть после счетчика электроэнергии у меня идут провода непосредственно суда и часть дома соответственно не питается не там возле щитка до берется а берется вот здесь то есть идет непосредственно от счетчика сюда идет на grid идет на инвертор и соответственно с этого инвертора вылетает обратно идет к счетчику и там уже идет разводка части дома что я хочу сказать вот смотрите в общем ей когда включаю непосредственно grid происходит следующее сейчас у меня дом питается часть дома питается вот непосредственно от сети и мы видим что потребление от счетчика составляет 200 ой 329 ватт соответственно grid инвертор у нас подключен непосредственно вот сюда же в эту же розетку из которой берет наше чудо инвертор который видит что аккумуляторы подсели и их не трогает пока что нету солнечного света соответственно он берет из сети не берется аккумуляторов с этих же аккумуляторов которым подключен grid grid берет и 164 там 165 ватт дополнительно гасит от этих 329 это питание дома достаточно прикольно ребят вы посмотрите я пришел включил и можно сказать вот этот постоянная нагрузка который там что-то подключено там холодильнике то да сё у меня частично гасится из дома непосредственно этим же grid он который подключен в эту же цепь то есть вот смысл надеюсь понятен вот смотрите отсюда берется из домовой сети и сюда же добавляется энергия с аккумуляторов через grid 220 то есть в этот удлинитель часть энергии в обратно в сеть не улетает потому что она тут же забирается инвертором и потребляется домом как то вот так инвертор этот онлайн типа то есть фишка его заключается в том что у него входит на при повышенное напряжение или пониженной он стабилизирует его на 220 вольт там если присмотреться можно это наблюдать вот видите то есть напряжение здесь как здесь так и здесь меняется соответственно но 220 я видел только один раз когда менялась когда аккумулятор дох и причем при тестировании там я не помню два года назад на на или когда это видео и снимал вот как то вот так вот еще плюс такой что я как-то случайно замкнул там плюс и минус на инверторе этом случайно там провод видите я сейчас ровненько опустил он был вот этот минусовой выше стоял и замкнул между плюсом и минусом ну как бы автомат сработал я проводки выпрямил суть не в этом в том что инвертор был включенный и он защиту ушел автоматом и и автоматом из нее вышел после того как все исправлено было при подобной ситуации по секрету скажу инверторы а электроники выходят из строя горит входная часть и соответственно очень дорогой ремонт поэтому если тут я еще могу это починить потому что это китайская техника то российскую технику почему-то с детства я чиню неохотно и неумело тем не менее видите до сих пор все работает то есть все легко восстановилась вот так сколько тут уже я стартанул смотрите с 15 0 9 ну пока еще толком как-то не включал это все дело то что проблемы пошли набежала почти 4 киловатта пусть по выключенный постоит остывает в общем осталось сделать кулер вот такая новая система вот такие вот интересные данные которые собрал надеюсь кому-то пригодится но соответственно будущем мы посмотрим как это все дело работает что будет полезного что не полезного может что-нибудь новое узнаем ну то что контроллера терр есть громаднейший запас по мощности солнечных батарей из-за того что 24 вольта и все работает более стабильно но об этом мы поговорим в следующий раз этом все всем удачи всем спасибо это был дмитрий для проекта пилинг точка ру для сайта пилинг точка ру всем удачи всем пока удачи всем пока пока